Река Брахмапутра называется Тамчок-Цанпом или река-лошадь. Брахмапутра имеет два наиболее протяжённых притока. Первый приток – река Чема-Дюндрунг, исток который находится у ледника Тамчок-Кабаб-Кангри, на высоте 5240 метров. Второй приток – Дунг-Дунг-Чу, имеет исток на высоте 5470 метров у ледника, в верховье одноимённой долины у горы Кангунг-Кангри, находящейся в 104 километрах от Кайласа, на высоте 6256 метров. Приток Дунг-Дунг-Чу длиннее Чема-Юндрунг на 4,3 километра. По этой причине из-за более высокого расположения исток Дунг-Дунг-Чу можно назвать географическим истоком реки Ерлунг-Санпо или Брахмапутра. В ледниках Тамчок-Кабаб-Кангри и Чема-Юндрунг-Пу-Кангри ведёт к образованию Чема-Юндрунг-Чу. Чема-Юндрунг состоит из двух тибетских слов, означающих «песок» и «свастика». По словам местных жителей, в названии сохранена информация о древнейшей, самостоятельно сформировавшейся и проявленной из земли свастики. В традиции Бун свастика по своей природе является космогоническим символом возникновения Вселенной. На тибетском языке свастика называется «Юнг-Друнг», что означает «нерождённый и бессмертный», «знак вечности и абсолютной стабильности». Этот символ использовался в Тибете с незапамятных времён. В тибетской народной культуре свастика является одним из самых известных признаков удачи. Примечательно, что точно в западном направлении, на расстоянии 24 км от традиционного истока Брахмапутры-Танчок-Кабаб, находится центр огромной львосторонней свастики, образованной долинами рек, начинающихся из ледников в этом районе Гималаев. Южная оконечность свастики находится в месте слияния двух рек – Мингхола и Чуакхола, которые несут свои воды в Гангу. Другие её оконечности образованы ледниковыми перевалами. Подобные конфигурации горных долин в регионе Кайласа более не обнаружены. При слиянии рек Чема-Юн-Друнг-Чу и Дунг-Дунг-Чу образуется озеро, называемое Рабье-Цо. По словам Свами Праванананды, Рабье-Цо было известно торговцам Бухотия как Брахмакунд. Река ниже Рабье-Цо называется Марцанг или Ерлунг-Цанпо, или собственно Брахмапутра. Проще всего добраться до истоков Брахмапутра из Дарчена по шоссе G-219 на джипе. После озера Кангил через 110 км от Дарчена необходимо повернуть на грунтовую дорогу. Дорога проходит через перевал и далее через множество небольших озер и водоемов. Продолжение следует... Барье-Цо Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Самый большой камень выровнен своей верхней частью по меридиану. Под него подложен другой камень меньшего размера таким образом, что один из углов оказался приподнят. Часто подложенные меньшие камни подчеркивают связь основного мегалита с небесным созвездием. По форме этот мегалит похож на некое морское чудовище, которое соответствует созвездию Китана. Субтитры сделал DimaTorzok Самый высокий камень ориентирован в 180 градусов. Форма высокого мегалита, расположенного в западном направлении, имеет сходство с лебедем. По-видимому, соответствует этому созвездию. Через 700 метров от этого места находится Бонпония, священное место Бон, местоположение традиционного истока Брахмапутры. На большом валуне из светлого песчаника стоит весьма простое сооружение из черной сланцевой породы, с небольшим помещением внизу с восточной стороны и короткой лестницей, ведущей к верхнему храму, ограждающему два выдавленных в скале отпечатка ноги. Субтитры сделал DimaTorzok В верхнем помещении есть несколько выложенных камнями ниш для ритуальных предметов. На камнях множество изображений и высторонние свастики. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Вверх по долине, на расстоянии около 600 метров от Бонфоне, находится еще один мегалитический комплекс. В формах одного из мегалитов можно увидеть образ коня. Мегалит был явно обработан для придания такого удивительного образа. Морда коня направлена на юг, в сторону реки. Возможно, это одно из самых древних изображений коня, сделанное человеком. Наше предположение состоит в том, что в долине реки Тамчок-Кабаб-Чу, во времена Палеолита, проводились практики, связанные с небесным конем. И память об этом сохранилась до наших дней, название этого места – Тамчок. Мы уже не в первый раз встречаем ритуальные места в Тибете, связанные с небесным конем. Это и знаменитые мегалиты, видевшие лошади озеро Намцо и комплекс Намру. Видимо, в древности существовали особые практики, которые позволяли осуществлять связь, возможно, с представителями иных цивилизаций. Участники экспедиции совершили восхождение к леднику Тамчок-Кабаб-Кангри. Из этого места и начинается Тамчок-Цанпо. Ледник на высоте 5240 метров и дает начало постоянному водотоку, этому второму по значимости притоку Великой реки. Продолжение следует... Продолжение следует...